Ребятушки, всем привет! У нас уже третий час дня, я только начинаю это видео. Спала я сегодня, как обычно, плохо, вставала, переворачивалась. Потом мы сейчас с Серёжей сходили в магазин, прогулялись немножечко, купили тут всякие штучки для велика. Завтра планирует Серёжа на работу ехать на велике. Посмотрим, что из этого получится. И зашли в магазин, купили продуктов, и я сейчас сижу, отдыхаю. Что-то я так это, устала, хотя мы прошли 7 минут 30, наверное. И очень тяжело. Буду сейчас пить чай, купила себе чокопайки. В общем, буду себя радовать. Я сейчас немножечко полежала, ну как немножечко, точнее 3 часа. Потому что после того, как мы пришли домой, где-то через часик, может быть, у меня начало тянуть поясницу. И я такая на всякий случай покушала, походила немножечко, понимаю то, что всё ещё тянет. В итоге я легла, у меня опять тянула поясница. Прям такое, знаете, неприятное ощущение, что-то типа ломит, тянет. В итоге, получается, я пролежала всё это время, и всё прошло. Класс. Блин, надо было ходить дальше. Вот. Ну, в итоге, получается, опять тренировочные схваточки были. Сейчас я окончательно проснулась. Время уже 8 часов практически. Пойду покушаю и посижу в ютубчике, наверное. Я не понимаю. Вот вроде сейчас сижу. Вроде опять прихватывают. Ну, без какой-либо регулярности и так далее. Может, это уже прям такие тренировочные схватки. Прям очень-очень тренировочные. Прям перед родами. Но, в любом случае, завтра утром мне нужно идти сдавать кровь на ВИЧ, который потеряли. Блин. Во сколько там? У меня в 11, по-моему. Надо, кстати, посмотреть. А то завтра даже не знаю, во сколько вставать. Короче, вот. Если до утра я буду ещё дома, не уеду в больницу, да, то пойду сдавать. Пойду гулять опять до больницы. Хотя, что-то мне уже ходить совсем-совсем тяжело. Ребёнок прям очень-очень низко. Вот мы сегодня шли. Я прям чувствую, что он как будто бы, знаете, уже прям в самом нужном месте находится. Он прям живот очень сильно напрягается во время ходьбы. И вот эти тренировочные схватки учащаются. Ждём дальше. Всё, ребятушки. Иду я ложиться спать. Поясницу так схватывает. Но это нерегулярно происходит. Очень редко. Даже когда лежу или хожу. В общем, пока что я в роддоме не собираюсь. Буду ложиться спать. И я поняла всех девочек беременных, которые на последних сроках уже ждут своих родов. Не дождутся, да, последние две там недели. Начиная с 38. И раньше я думала, типа, ну что такого? Вроде не устаёшь от живота. Ну хотя некоторые девочки такие большие животные. Просто не представляю, как они так долго ходят. А вообще ты устаёшь не из-за того, что тебе тяжело ходить. Или не из-за того, что тебе надоело ходить беременной. А из-за того, что ты постоянно вот эти вот ложные схватки. И ты не понимаешь, что делать. Особенно, когда тебе предстоят первые роды. Ты каждую ночь ложишься и просто думаешь, сегодня или не сегодня. В общем, это русская рулетка. И теперь я их поняла наконец-то. Почему все на последних сроках так ждут родов. В общем, завтра идут сдавать кровь. А на приём у меня 15 апреля. То есть в мой ПДР. Посмотрим, доходим мы или нет. Кстати, у меня у бабушки 14 числа день рождения. Так что, может быть, ему вообще захочется родиться в бабушке в день рождения. Но ладно, я вас всех люблю. Целую всем. Пока-пока. Ребята, не успела загрузить это видео. В общем, 12 числа в 6.10 утра у меня отошли воды. Ребята, не успела загрузить это видео.